Первая специализированная детская юношеская школа по художественной гимнастике в СССР. Такое гордое звание носит эта школа. В 1978 году ее основала Лариса Гадиева, приехавшая в Минск по распределению после окончания Ленинградского института Лесгофта. Первые воспитанницы Ларисы Германовны тренировались еще в школе «Спартак», которая тогда размещалась в здании на площади Свободы, там, где нынче находится костел. В 79-м гимнастки перебрались в зал на улице Берута-11, который и стал их новым домом. Эти стены подарили миру целую плеяду талантливых спортсменок, начиная от первого тренера сборной Беларуси по художественной гимнастике Галины Крыльенко и старшего тренера национальной сборной в групповых упражнениях Татьяны Нинашевой, обе воспитанницы Гадиевой, и заканчивая призерами Олимпийских игр в групповом упражнении Александра Янаркевич, Ксения Санкович, Мариной Гончаровой. В 2000-м с дюшер профсоюзов была названа в честь своей основательницы. А в конце ноября грации со всех уголков страны съезжаются в Минск на масштабный турнир памяти Ларисы Гадиевой, который ежегодно открывает новые имена в белорусской художественной гимнастике. Если еще в начале нулевых в этот вид спорта детей приводили в 6-7 лет, то сейчас тренеры рекомендуют начинать в 4 года. Разумеется, на старте о серьезной художественной гимнастике с предметом и речи не идет. Как и любой другой вид спорта, она тоже начинается с игр. С ними надо играться. Не всем дано даже придумать эти игры, эти образы, чтобы ребенок понял. Там зайчики, комарики. Обруч закрутить, птичка полетела вокруг гнездышка, в гнездышко впрыгнула. И чем забогаче фантазия тренера, тем ребенку будет интереснее. И он потом будет понимать, а для чего растяжка. Для непосвященного в художественную гимнастику человека эти кадры могут показаться слишком суровыми, если не сказать жесткими. Но как ни крути, в этом виде спорта растяжка – это база. Все начинается именно с нее. Милана выше 9 и 10. С левой ноги пошли готовы. И уже раз. И два. Не ложись. И за счет спины делаешь. А ты за счет ног делай. Выше полупалец. Вот. Вот твоя растяжка. Того ее никто не видит. Давай. И раз. Вот еще два. Дави на бедро. На меня дави. Хорошо. Самая болезненная часть – это была растяжка. Вот. Но я всегда ее терпела. Потому что есть девчонки, которые всегда плакали. Я, естественно, зубы терпела, когда меня растягивали. Потому что я была тугой. И тренером было тяжело меня растягивать. И мои мышцы меня не слушались. У меня никогда не было вот этой вот обиды. И я как будто бы знала, что это мне надо. Природная растяжка, она бывает разная. Активная и пассивная. Бывает и пассивно очень растянут. А активно не хватает силы, резкости. Это очень тоже долго вырабатывается. Потому что художественная гимнастика – это и силовые упражнения, удержание ног. Это и прыжковые упражнения, разрыв ног в полете. Это должны быть совершенно разные свойства. Поэтому художественная гимнастика в этом плане очень сложна. Чтобы быть личницей, конечно, у тебя должны быть природные данные. В групповом упражнении там больше координационные способности твои. Если у тебя совсем уже, совсем позвоночник не гнется. Конечно, мы всегда родителям говорим, ну, даже как бы вам не хотелось, не хочется вашего ребенка там травмировать, гнуть или так далее. Давайте вы поищете что-то другое, где менее требуется гибкость. Но если уж осталось в этом зале – терпи. Для успокоения родителей сразу подчеркнем, что малышам, как правило, растяжка дается легко, поскольку связки у них еще очень мягкие, а суставы подвижные. Тут, пожалуй, куда важнее психологически настроить ребенка на эту тяжелую работу. У грамотного специалиста в запасе всегда ни один вариант, как это можно сделать максимально безболезненно. Во всех смыслах этого слова. Пытаешься уговорить, показываешь разные видео красивых гимнасток, объясняю, что этот вид спорта именно на растяжке основан. Стараемся поощрять вместе дышать на шпагатах. Настраиваемся, допустим, давай вот мы сегодня победим пять счетов. И пять счетов все тихонечко, вот мы побеждаем друг друга, будем героями. Ну вот так, завтра десять счетов настроились. Да, избежать в подобные моменты детских слез бывает невозможным. И для тренера здесь главное – исключить материнские чувства. Просто если ты начинаешь включаться как мама и жалеть, то никакого результата не будет. И, естественно, ты выйдешь и скажешь это родителям, родителям, что вы меня должны понять, если я ее буду жалеть в этот момент, но она точно не будет делаться, она будет вести себя точно так же, как с вами. То есть эти слезы решают, будет у нее конфетка или не будет, пойдет она куда-то или нет. От вас она может этого добиться, от меня она не должна этого сделать. Это в ваших интересах. Она пропустит задание, она не выучит, она там… Вот ей больно, она не растянет, например, до того, когда… То есть она не сможет идти дальше. Самое начало – это для деток, это очень сложный такой период. Потом начинается интересно, когда ты уже выступаешь, осваиваешь предметы, скакалочка, обруч, мяч. Все они мечтают до ленточки дорасти. Она для координации деткам более такая непонятная, потому что палочка жесткая, ленточка мягкая. Надо учиться много. Это как в школе, ты долго должен писать, у тебя вырабатывается моторика, руки устают. И здесь то же самое. Ручки у них устают, поэтому это самый последний для изучения предмет в художественной гимнастике. Вот лучше не наклоняйся далеко. Вот сколько ты можешь с прямой. Вот так и сиди. Вот смотри, она исправила Маша, а ты нет. А стопа дотянута. Десять. Наклоны, раз, Вероника, шея длинная. Но какой бы тяжелой ни была тренировка, она всегда заканчивается одинаково, объятиями. Малышам это прям необходимо, делится Галина Геннадьевна. Это поколение детей более тактильное. Я смотрю, что это хорошо работает. Потому что ты где-то был строгий, требовательный, где-то и поругал, пожурил за что-то. Но вот этот вот выход из зала позитивный, что у тебя сегодня получилось вот это. Ты молодец, иди вперед, остальное получится. Они вот с этим позитивом уходят, это классно. Я поняла, что вот эти малыши нуждаются, видно. Старшие уже немножко, они себе не позволяют этого. Только после соревнований, если у них что-то получилось. Конечно, ты их приобнимешь, но у них нет такой, как бы, как это сказать. Они не как к маме к тебе льнут. А это как бы чувство благодарности. Потому что у нас получилось. Или у нас не получилось. Такие объятия тоже как бы есть после соревнований, когда им хочется всплакнуть, а там уже можно. Художественная гимнастика Художественная гимнастика – вид спорта популярный и, по большому счету, в рекламе не нуждается. Родители с огромным удовольствием отдают своих детей в гимнастические школы с надеждой, что через 10 лет их дочь станет новой черкашиной или горносько. Но зачастую и сами гимнастки, и их родители на деле оказываются не готовыми преодолевать все трудности профессионального спорта. Наверное, немножечко другое время. Сейчас родители боятся большого спорта как такового. Это не с гимнастикой связано, а именно вот большого спорта боятся. Ну, потому что это сложно, тяжело, открыто. Сейчас все знают, сколько нужно трудиться. Раньше, наверное, мы не знали. Ну, нам нравилось, мы занимались. Мы, наверное, не знали, что нас ждет как-то по большому счету. Нам очень хотелось. Вот. А, ну, как бы мы не видели, сколько труда нужно положить. Ну, потому что не было этой информации. А эти дети современные, они все видят. Они видят, что надо столько лет, чтобы что-то получилось. Ну, в общем, наверное, есть вот такой вот момент, что сейчас такое поколение легкое, которое вот ежесекундно, вот сейчас ежеминутно нужно, чтобы было классно, весело, легко. Им все нравится. Ну, вот в этом, как бы, самое-такая большая сложность сейчас для тренера. В этом виде спорта, как ни в каком другом, важна роль родителя. Не задавить ожиданиями и дать определенную свободу. Но не слишком много, чтобы ребенок остался в рамках дисциплины. Вовремя направить в нужное русло, когда захочется опустить руки от усталости или отсутствия желаемого результата. Все это, прежде всего, задача мамы и папы. Это вот такая прям команда. Это треугольник основной. Раз, два, три. Ребенок, мама, папа и тренер. Если все друг друга понимают, готовы слышать, идти навстречу где-то. Если где-то говоришь, что вам нужно чуть больше. Ну, как-то и они идут навстречу. Если вам наоборот, вы после болезни не рвитесь. Ваше здоровье. Ну, тоже, то есть, хочется, чтобы родители прислушались. Потому что есть такие, которые вот, ну, вот ей хорошо. А у ребенка голова кругом и губы синеют. Она после болезни не соображает еще ничего. У нее кислорода даже не хватает. Там, если, ну, дети многие очень сильно сейчас болеют, с таким кашлем. А родитель хочет уже, чтобы она участвовала в соревнованиях. Я говорю, нельзя. Ну, то есть, некоторые обижаются, считают, что я как бы там зря так делаю. Ты болела долго, было? Ну, так вот что ты расстраиваешься? Ника, например, вообще не участвует сейчас в соревнованиях. Она не восстановилась, совсем слабая. Я на нее смотрю, она совсем слабая. У тебя нормальные мышцы, у тебя нету достаточного времени, ты еще не поработала. Иди работай, не расстраивайся. Есть дети, у которых сначала все получается и ровно развивается. Это классно. Это максимально удобно всем родителям, детям и тренеру. Комфортно работать. Но в основном не так у детей. Сейчас я работаю с детьми, которые вот третий год занимаются. Я с ними начала. И кто-то талантливый, больше в растяжке. Кто-то немножечко больше понимает, когда у него в руках скакалочка. Кто-то больше понимает, когда ему показывают танцевальные движения. И все они разные. Ну, и, естественно, на первых порах выигрывает тот, у кого максимально все получается. В юном возрасте, наверное, ты не осознаешь, что как-то надо прям трудиться. Ну, ты хочешь для себя. Приходишь, какие-то элементы делаешь с предметом. Ну, наверное, это какой-то просто детский азарт. А когда ты становишься старше, ты уже понимаешь, что это не просто игры, не просто азарт, а уже как профессия, как работа. Аня из спортивной семьи. Идея отдать девочку в художественную гимнастику принадлежала папе-футболисту. Первый вариант – это была спортивная гимнастика. Меня отвел дедушка. Мы там позанимались один день. Возвращаемся домой. И папа говорит, нет, спортивная гимнастика нам не подходит. Поехали вот в «Спартак», там Федерация профсоюзов Белоруссии, вот, школа Гадиевой. Ну, посмотрим, вдруг что-то получится. Я почему-то на просмотр пришла в оранжевых шортиках и в оранжевой маечке. Но меня вот так вот просмотрели, сказали, ну, приходите. Вот, ну, там определенный просмотр. Гнут спинку, носочки тянут, коленочки вытягивают. Но я особо не подавала никаких надежд в детстве. Я была стандартным ребенком, но без особых данных. Мы уже выяснили, что будущие гимнастки далеко не сразу даже получают предметы. Только до освоения заветной ленточки пройдет примерно лет 5-6 с момента первой тренировки. Так было и в случае Ани. Годы тренировок, доведение своего тела до необходимых стандартов, выучивание всех предметов, первые соревнования и первые награды, давшие понять юной грации, что она на верном пути. Тренеры, прежде всего, смотрят на данные. Какие у тебя ноги, какая у тебя гибкость. И за счет того, что у меня не было этих данных, я своим трудом, ну, как бы, вот много работаешь, работаешь, работаешь. И, безусловно, без помощи тренера, который вложил в меня очень много сил, чтобы я тянулась вот до уровня вот девчонок, которые с природными данными, я вот добивалась своих результатов, ну, не так быстро. А потихоньку, шаг за шагом, и это привело к успеху. 13 Аня попала на просмотр в юниорскую сборную в групповом упражнении. В нашей школе я всегда выступала в групповом упражнении, вот, как стержень, один из стержней, и это вот, и групповое без предмета, и со всеми видами, постоянно, постоянно, как бы, чтобы попасть в сборную в личном, я даже не рассматривала. И я хочу сказать, когда меня пригласили на сборы, я была, ну, удивлена, я даже этого не ожидала, ну, насколько это было рано, как бы, для меня, потому что я думала, ну, может, там, в лет 15, вот, а меня на просмотр пригласили в 12 лет. Вот, посмотрели и оставили в групповом упражнении в юниорском. Но это был еще не мой возраст, вот, я была младше, чем остальные девочки. Через два года спортсменка выиграла домашний чемпионат Европы в составе юниорского группового. Дальше было попадание во взрослую сборную и триумф на европейских играх. Та, еще одна домашняя победа, самое главное эмоциональное переживание в жизни нашей героини. Правда, вскоре после этого обострилась хроническая травма спины, и Ане пришлось принимать самое сложное решение в жизни любого спортсмена. Мне пришлось завершить карьеру, так как у меня травма спины, и это было, ну, несовместимо с гимнастикой. Я пыталась восстанавливаться, но, как бы, из-за этого ничего не вышло. Я спокойно к этому отнеслась, потому что здоровье, скорее всего, важнее, чем все вот травмы, весь этот спектр эмоций, и поэтому пришлось выбрать себя. Сейчас уже зная, что вот так вот, да, что спорт все-таки в какой-то степени жесток, да, что приходится потом уже во взрослой жизни разбираться с этими травмами. Ты бы что-то изменила? Отменила бы гимнастику в своей жизни или нет? Нет, я бы не отменила гимнастику в своей жизни. Это, ну, это моя судьба была. Это часть, большая часть жизни, считаю. КОНЕЦ Тренировочный день здесь начинается в районе обеда. После первой смены в школе юные гимнастки спешат в другую школу. Только ручки и тетрадки теперь уступают место скакалке и ленте. Пальцы! 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 Залой хореографии здесь нет. И? Два выше нога. И? Три на колено, и? Одновременно на площадке могут заниматься несколько групп. Пока одни у хореографического станка, другие разучивают упражнения. У младших же в это время – разминка. Выдох еще, еще, молодец. Угу. Назад наклон, пошли ручкой. Зал кардинально поменялся, потому что когда я только пришла, тут даже не было помоста. Ковры были зеленые, шторы были тоже другого цвета, освещение было поменьше. Но потом уже, когда мы становились старше, уже был и помост на одной площадке. Здесь для гимнасток делают все. Появилось больше шведских стенок, станок стал лучше. У нас сидел компаниатор, она нас каждую знала, всегда интересную музыку подбирала. И было чувство вот этой настоящей музыки. Я как будто бы чувствовала нашего компаниатора, очень приятная женщина была. И вот она, если мы, допустим, отдельно крутили фуэте, она подстраивалась под темп каждого. Всегда ли здесь было такое скопление маленьких гимнасток? Или это еще не максимальное количество, которое здесь бывало? Это еще не максимальное количество гимнасток, но всегда было очень много девочек. И групповые упражнения, и личницы. Зал никогда не пустовал. Здесь недостаточно высокие потолки, которые сейчас, например, есть на РЦОПе, которые по всем нормам, скажем так. Бывали ли здесь какие-то курьезные случаи, когда в этих перекладинах застревали предметы? Это постоянно. Ленты, скакалки. Также обруч долетал до самой высшей точки и резко потом сбрасывался вниз, потому что по инерции летел. Мы всегда делали между балок, потому что, как видите, здесь чуть-чуть одни пониже и высокие. Вот в этих проемах были какие-то самые большие риски, и даже так составлялось упражнение, чтобы под наши балки. Если предмет было снять легко, например, там подбросил один раз обруч, и лента слетела. Если она не снималась, ты брал другой предмет и продолжал тренировку. Ленточка висела до конца всего рабочего дня. Приходила ли ты когда-нибудь в тренировки с фенгалом под глазом? Или такого все-таки не случалось? Балова не прилетала? Прямо с фенгалом нет, такого не было. Чуть-чуть там какая-то поцарапка, или вот у меня, помню, были брекеты, когда обруч прилетал по зубам, вот тогда было очень больно. Мы просто одеваем наколенники, там, если есть подушечки на спину, чтобы снизить риск травм, поэтому без этого никак. Даже до сих пор остаются те же синяки, какие-то вот шрамики, там, если начинать показывать, то ты вспомнишь любое, вот от чего это было. Техника безопасности, основа дисциплины в тренировочном процессе, всему этому тренер обучает будущих граций еще в самом начале пути. Максимальная задача, конечно, но стараться с детьми работать так, чтобы заставлять их грамотно готовить свое тело к рабочему процессу. Это разминка грамотная. Почему с малышами, как бы, тренер обязательно должен это контролировать, иначе они никогда не научатся это делать. Потому что на соревнованиях тренер обычно, он сидит за судейским столом, а детки самостоятельно разминаются. Вот если они не знают, как, то они травмируются очень быстро. Но все равно никто не застрахован. Где-то не дотянула, не дотерпела, где-то что-то не напрягла, не докачала. Бывают травмы, естественно. Ну, мы стараемся, конечно, детям дать время на восстановление, потому что, ну, иначе, конечно, дальше идти очень сложно. Первые успехи на серьезных турнирах, безусловно, могут окрылить юную грацию. Другое дело, когда до медалей и кубков дотянуться не получается. Для многих, конечно, важно соревнования первое, второе, третье место. То есть за восьмое место никто не радуется. А вообще надо, надо радоваться любому месту. Вот ты начал с какого-то, и дальше просто должно быть потихоньку лучше. Если лучше не становится, тогда надо расстраиваться, конечно. Через подобные моменты отчаяния от физического и морального бессилия проходит каждая гимнастка. Элла Алексеевна вырастила десятки чемпионок. И спортивная биография каждой из них – это без преувеличения история преодоления. У каждой судьба была очень тяжелая. Травмы были тяжелые. Если брать Ксению Санковичу, у нее были и колени, и мениски. И она выступала на чемпионате мира, там, не знаю, с полной блокадой этих менисков. И говорит, лечу я в прыжке и думаю, развалюсь, я приземлюсь, я вообще, что со мной будет. Ну, у каждого. Алина Томилович, там тоже была проблема в подростковом возрасте, дисплазии, это забедренных. Вообще запрет ставили врачи. Вот. Ну, как-то мы там с ней на другую ногу все перерастягивались. На другую ногу она все выступала, пробовала, чтобы одну ногу разгрузить. Ну, как бы ребенок терпел, не знаю, потом как-то это все у нас что-то переросло. Карина Ермоленко у меня, тоже сложный период прошла. У нее был сильный гормональный сбой, вкололи уколы. Ребенок поправился сразу там на 14 килограммов, может, и больше даже. Целый год она восстанавливалась, ну, прошла такой путь вообще сложный очень. Аня Швайба, ну, у нее от природы были самые, можно сказать, минимальные природные данные. Самые минимальные. Ну, единственное, что у нее хорошая координация природная. Вот предмет, она хваткая очень, быстрее всех. Ну, из зала не выгнать. Вот это растягивалось, гнулось, растягивалось, гнулось. Они все достойны уважения, потому что ни у кого из них не было легкого пути. Этой гимнастке 15. Она с 4 лет занимается в этом зале 6 раз в неделю, каждый день минимум по 4,5 часа. На вопрос, за столько лет появлялись ли хоть раз мысли закончить, Катя отвечает по-детски искренне. Всегда такие есть, вот, ну, потом думаешь как-то и понимаешь, что ты все время на это потратил и решил, что пока еще остаюсь. А тренер с теплотой и уважением объясняет причину такого решения. Настолько она любит художественную гимнастику. Приходит и придумывает какие-то новые броски, новые ловли, все время хочет удивить судей. Художественная гимнастика – невероятно конкурентный вид спорта. И, разумеется, не каждой суждено попасть в национальную команду. Иметь возможность покорять мировые помосты, а уж тем более олимпийский пьедестал, получают единицы. И если этого не случилось, это не значит, что все было зря. Отпускать всегда сложно. И разные причины бывают, почему эти дети уходят. Потому что в какой-то момент, ну, как бы, под сомнение твою работу могут поставить и родители, и дети. Все возможно. И очень обидно, и неприятно. Ситуации разные бывают. Ну, а если, ну, нету каких-то результатов, то просто пытаешься объяснить, что на самом деле, ну, на этом жизнь только начинается. Ты прекрасно сложена, ты воспитана, ты координирована. Ты можешь прекрасно танцевать, заниматься психологией, там, физикой, химией. Будешь прекрасно всегда выглядеть на высоте. Ты приучена к порядку, к работе, к трудолюбию. То есть это прекрасный старт для деток. Анастасия дошла не только до юниорской сборной, но и до резерва взрослой. И, само собой, мечтала попасть в основной состав и отправиться на Олимпиаду в Рио. Но судьба сложилась иначе. Я тренировалась во втором составе национальной команды. И как раз менялся состав. И я понимала, что я не попадаю в основу. И, ну, тут надо было выбирать. Я уже училась на первом курсе института. И надо было выбирать. Потому что тренировки все равно по 8 часов в день. Здоровья не прибавляется. Поэтому долго думали. И мы решили, что, наверное, если шанса уже попасть в основу нет, то как бы и дальше нет смысла тренироваться. Девушка и не думала о карьере тренера. И даже вопреки всему поступила не в университет физкультуры, а на экономфакт БГУ. Но в родной зал все равно тянула. Когда закончила со спортом, я просто приходила в зал на Берута. Просто размяться, просто поддержать форму. Просто вот побыть там. И на тот момент директор мне предложила набрать одну группу маленьких детей. Просто так для себя. Два раза в неделю. Для опыта. Просто набери себе группу детей и работает для себя, для удовольствия два раза в неделю. И вот так вот меня затянуло в тренерскую карьеру. Сейчас Анастасия работает в Республиканском центре олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Тренирует второй состав сборной в групповых упражнениях. Помимо этого судит соревнования и по-прежнему заглядывает в родную школу, чтобы помогать подрастающему поколению. Потому что навсегда расстаться с гимнастикой попросту невозможно. Это просто прямо эпидемия, можно так сказать. Это болезнь. Потому что тебя приводит сюда такой маленький, и вся жизнь твоя протекает здесь. Я даже сама тоже не понимаю, как ты вне стен зала можешь существовать. И дочка здесь у меня выросла, и дочка тренером работает. А потом, когда у меня внучка появилась, и у нее что-то никакой гибкости не задалось природной. И я думаю, как же она будет без гимнастики у нас жить? Потому что мы тут все живем в гимнастике. У нас и музыка дома там прослушивается, и купальники шьются, и купальники придумываются. И вся жизнь это просто крутится 24 часа. Субтитры создавал DimaTorzok